Кирилл сегодня спешил домой. Он то и дело поглядывал на часы, в ожидании, когда же, наконец, неторопливый автобус доставит его в родное село. Почти год его не было здесь, он не видел любимых лиц, близких людей и не слышал их голоса. Связь в деревне все еще хромала. Да и, по правде сказать, родители его не привыкли к сотовой связи, отмахиваясь от современных смартфонов, как от чего-то ненужного и бесполезного. Зайдя в родной двор, он тут же принял в объятие расплакавшуюся мать. Приехал, приехал, наконец-то. А я так ждала, я думала, уж вовсе нас с отцом позабыл в своем городе. Ну чего ты, мам, ну чего ты выдумываешь? Я же обещал, что на каникулы приеду, когда растрогавшаяся женщина немного успокоилась. Он спросил, а где отец? Почему не встречает? А та только отмахнулась, все еще не сводя глаз с сына, наверное, отмечая про себя, как он изменился, заметно повзрослел и похудел. Да вон, за огородами, он могилу Джеку роет. Как, наш старина Джек помер? Взволнованным голосом спросил парень. Да не помер еще, но наш ветеринар Павел Анатольевич сказал, что усыпить его требуется, мол, надежды нет. И чего мучить собаку? Кирилл заметно погрустнел, Джека он помнил еще бестолковым жизнерадостным щенком. И вот теперь могила. Так вроде же он еще живой и не такой старый, что же с ним вдруг такое случилось, что за болезнь его подкосила? Оставив свои сумки во дворе, парень пошел на поиски отца и его собаки, сразу же за огородами бежала река, за ней лез. Да чего же тут красиво? Подумал Кирилл и раскинул руки, вдохнул полной грудью, словно рай Божий на земле. И даже тяжелые мысли немного отступили, подавленные с детства знакомыми видами. Но тут он заметил фигуру отца, который то и дело откидывал лопатой грунт, постепенно зарываясь в почву. Перед глазами тут же всплыл верный Джек, неужели это для него, и неужели уже ничего нельзя сделать? Кирилл ускорил шаг, чтобы наконец разобраться, что же здесь происходит. Отец встретил сына крепкими мужскими объятиями. Да, он действительно был рад видеть Кирилла и даже начал улыбаться, забыв о своем тяжелом занятии, а рядом лежал Джек. Увидев парня, он тоже сразу его узнал и, завиляв хвостом, принялся ластиться и подпрыгивать. Не сумев сдержать эмоций, Кирилл присел перед псом и начал его гладить, находясь немного в недоумении. Бать, а что с ним, выглядит вполне здоровым. А мужчина только пожал плечами, а черт его знает, он два дня от еды отказывался. Я его к Анатоличу повел, а тот-то смотрел и говорит, мол, все, надежды нет, будет мучиться, лучше усыпить. Вот на завтра и договорились. Удивительно, но пес лежал на краю собственной могилы и улыбался во всю свою собачью морду, даже не подозревая, что уже завтра его бесчувственное тело засыплют землею, чтобы навсегда скрыть от этого мира. Так может, ошибся Анатолич, ты же посмотри, по нему и не скажешь, что он болен. А давай его другому специалисту покажем, в надежде на чудо предложил Кирилл. Да много ты понимаешь, пробурчал отец, выкидывая очередную лопату грунта из уже образовавшейся ямы. Мы с Анатоличем 30 лет знакомые, ни разу он не ошибался, сколько он нам коров да лошадей выходил. А уж про собак-то и говорить нечего. Но все же в голове парня не укладывалось, что этот выглядящий здоровым и счастливым пес нуждается в том, чтобы его усыпили. Все когда-то в первый раз случается, неужели рука поднимется, отец одарил его недобрым взглядом, но промолчал. А через какое-то время выскочил с приготовленной ямы и, отряхивая руки, он будто бы пойдя на компромисс сказал, ладно, завтра поглядим, может Джек и сам до утра не дотянет. Собака, будто поняв, что речь идет о нем, пристально посмотрела на хозяина и смешно наклонил голову в бок, словно недоумевая, о чем ведет речь этот человек. А Кирилл невольно рассмеялся, наблюдая эту картину. Вечер выдался долгим за хорошим столом и самогоном они вспоминали былые годы. Родители говорили о тех временах, когда он был еще ребенком и часто проказничал, а он же старался описать им его теперешнюю жизнь в городе. Уж небо начало сидеть в преддверии восходящего солнышка, когда они разошлись по кроватям. Кирилл еще долго не мог уснуть, растревоженная память то и дело выдавала ему картины счастливого детства, когда он, беззаботный мальчишка, босой бегал по этим тропинкам, выдумываясь с друзьями разные проказы. И в каждой этой картине был старина Джек. Сначала он был щенком, таким же, как и он сам, беззаботным и озорным, а потом это уже был взрослый пес, легкий на подъем и всегда оказывавшийся рядом, когда его хозяин в этом нуждался. И вот теперь укол, вечный сон и яма, парень не мог в это поверить, слезы сами выступали на глазах. От этих мыслей к горлу подкатывал горький комок. Отвернувшись к стенке, он с головой укрылся одеялом, словно стараясь им отгородиться от тяжелых мыслей. А наутро его разбудил отец. Вставай, вставай, лежебока, завтракать пора, так ведь и проспишь. Патрунивал он над разоспавшимся сыном. Или у вас в городе все к обеду просыпаются? Парень, не обращая внимания на подколы отца, сел и сладко потянулся. А где Джек? Бать? Живой ли? Первым делом спросил он. Да живой. Пожал тот плечами. Поел. Вроде. Хорошо. Я ему повкуснее сегодня наладил. Последний раз. На этих словах он махнул рукой и вышел из комнаты. Тоже переживает. Догадался Кирилл и принялся натягивать штаны, чтобы выйти к завтраку. Джек встретил мужчину, улыбаясь и виляя хвостом. И ведь не подозревает, куда мы его ведем, сказал вдруг Кирилл, обращаясь к отцу. Да перестань, осек его тот. И без тебя душно. Анатолич встретил их с улыбкой, обнял Кирилла, отметив, как тот возмужал, но мужчинам было не до любезностей. Ведь они привели на казнь своего друга, взгляд старого ветеринара, наконец, коснулся и Джека. Анатолич почему-то сразу же замолчал, лицо его вытянулось и стало задумчивым. А ну, давай-ка его сюда, указав на смотровой стол, распорядился он. Кирилл присел и, взяв пса на руки, поставил его перед врачом. Тот начал тщательно его осматривать, не пропуская ни одной детали. То и дело, он повторял, ничего не понимаю, да быть того не может. Наконец, отец Кирилла не выдержал и рявкнул. Чего там не понимаешь, Павел Анатольевич? Врач впился взглядом в лицо приятеля. Было видно, что он еще полностью в своих размышлениях. Кажется, он абсолютно здоров. Наконец, произнес он. Ошибка какая-то, черт меня побери. Пожав плечами, заключил он. Здоров, здоров. Словно не веря своему счастью, начали повторять отец с сыном, принявшись обниматься и обнимать ничего не понимающего врача. Общая радость передалась ему, и его озабоченное лицо расплылось таки в широкой улыбке. Уже возвращаясь домой, отец, наконец, не сдерживал эмоций. Подумать только, а я ведь могилу ему уже выкопал. Потряся головой он, отгоняя эти мысли, как дурной сон. Эх, да ничего, ничего, батя. Крепко обняв старика за плечи, подбодрил его Кирилл. Главное, что все хорошо закончилось. И только Джек, кажется, так ничего и не понял, продолжал радоваться и улыбаться во всю свою собачью морду. Продолжение следует...